Всем привет! Я рад представить вам моего коллегу Диму Ермолова, с которым мы вместе разрабатываем систему YT, известную сейчас в опенсорсе как YT Zawars. Один доклад про нее я уже делал вчера и рассказывал вам про тонкости конфигурации. Дима занимается более существенной, более близкой к данным частью нашей системы, а именно он приближен к описанию MapRedUse вычислений. Если вы вчера были на моем докладе, вы видели страшные картинки про то, какого размера MapRedUse на конфиге. И запустить MapRedUse операцию, то ли дело описать все вычисления, это довольно сложно. Дима занимается тем, что придает этим сложным вычислениям, сложным выражением над пайплайнами, пайплайнами человеческое лицо и придумывает библиотеки, которыми было бы удобно пользоваться и снимает часть боли с конечных пользователей. Про такой фреймворк для описания пайплайнов Рерин Дима сегодня и расскажет. И первый вопрос, который интересует здесь как минимум меня. Дима, расскажи, пожалуйста, что вообще значит слово Рерин? Я вообще люблю северную природу и скандинавские языки, хотя не знаю ни одного. И когда надо было выбирать название для библиотеки, я взял Google и Яндекс.Транслейт и стал за всех сил переводить слово пайплайн на шведский, исландский и норвежский. Все, что предлагалось, было непроизносимо. После этого я взял учебник грамматики, стал смотреть, как строится множественное число. Посмотрел неправильно, но, в общем, это моя попытка сказать трубы. То есть пайплайн — это трубопровод, трубы во множественном числе. Как оказалось потом, это все неправда. Трубы там будут по-другому, но зато есть такое красивое место в горах, что меня тоже абсолютно устраивает. Привет. Название прижилось, название всем нравится. Дима, расскажешь про суть? Спасибо. Я хочу напомнить то, что был чат, и, пожалуйста, задавайте вопросы туда. Спасибо. Итак, я сегодня хочу рассказать про Rerion. Это наш C++ фреймворк для построения пайплайнов распределенных вычислений. Доклад будет устроен следующим образом. Сначала мы немного поговорим про модели распределенных вычислений. Меня будут интересовать две модели. Это MapReduce и Streaming. Мы на примере разберем, из каких частей они состоят и как приблизительно работают с точки зрения пользователя. Подобие этих системы в Яндексе написаны тысячи приложений. Системы зрелые достаточные, и для них были API, существующие SDK. И Rerion не случилось бы, если бы пользователи были абсолютно счастливы этим SDK. Поэтому второй части я перечислю проблемы, которые волновали наших пользователей, что сподвигло нас на написание Rerion. Дальше мы посмотрим, как выглядит решение, типичная задача с использованием нашей библиотеки. И в конце мы немного поговорим про идеи реализации такой библиотеки. Идеи там очень много. Я выбрал одну — это посылка пользовательского кода и исполнение его на удаленных рабочих машинках. Прежде чем мы начнем, я хочу еще сделать небольшой дисклеймер. В презентации будет довольно много кода. Он похож на то, что есть у нас в продакшене, но недословно. Но ради иллюстративности я немножко упростил, выкинул какие-то части, чтобы не грузить лишними деталями. Итак, поехали. Модели распределенных систем. Распределенные системы — это достаточно перегруженный термин. И когда вы слышите эти слова, под этим может скрываться что угодно. Шардированные базы данных, какие-нибудь микросервисы, OpenMP-приложения и так далее. Нас будут интересовать две модели распределенных систем — это MapReduce и Streaming. Как я говорил, в Яндексе под них написаны тысячи приложений. Чем они так замечательны? Обе этих системы дают пользователю набор простых кирпичиков, из которых он может строить свое приложение. Эти кирпичики довольно универсальные, и большое число задач ими решается. Хотя, конечно, нельзя сказать, что все задачи ими решаются. Некоторые задачи решаются ими неоптимально, некоторые задачи не решаются ими совсем. Но если вам повезло, и ваше приложение раскладывается на такие кирпичики, то дальше система, инфраструктура дает вам следующие преимущества. Во-первых, вы получаете горизонтальное масштабирование. То есть с ростом ваших данных, которые вы хотите обрабатывать, вы можете просто добавлять туда машин, ресурсов, и процессы будут работать, продолжать работать приблизительно с той же скоростью. Второй момент — это отказоустойчивость. Система следит за тем, что машины живы, пользователю это делать не нужно. Когда случаются какие-то аварии, а в больших распределенных системах аварии регулярно случаются, инфраструктура отслеживает их и перезапускает необходимые части вычислений на свободных машинах. Первая распределенная система — это MapReduce. Возможно, кто-то из вас про нее слышал. Она довольно зрелая. Первая статья появилась в 2004 году, если я не ошибаюсь. Из Google товарищи опубликовали ее. Было несколько open-source реализаций. Самая популярная, известная на сегодняшний день — это Apache Hadoop. Кто-то из вас, может быть, работал с ней. Кто работал? Поднимите руку, пожалуйста. Кто-то был. Окей. Недалее, как в марте этого года, наш проект Whiteesaurus вышел в open-source, и теперь у Apache Hadoop есть конкурент. MapReduce нужен для пакетной обработки больших таблиц. Что это значит? Типичная задача — обрабатывать таблицы размера где-то десятки, сотни терабайт. Мы запускаем процесс. Он кряхтит-пыхтит, чего-то делает. Типично, опять-таки, это десятки минут, часы, может быть, даже сутки. Все зависит от тяжести вашего кода, от размера входных данных, и от того, сколько ресурсов вам доступно. После того, как процесс закончил свою работу, вы получаете таблицы с выходными данными. То есть процесс работает некоторое время, данные доступны, результат доступен только когда он завершится. Это я и называю пакетной обработкой больших таблиц. Давайте посмотрим на примере, из каких кирпичиков состоит типичное MapReduce-приложение. Задачу мы будем решать такую. У нас есть логи с пользовательскими запросами, а именно таблица с интересующими нас двумя колонками. Колонка Query содержит запрос, который был задан, а колонка UserID содержит какой-то ID-шник пользователя, который задавал этот запрос. В данном случае у нас пользователь интересовался умными указателями, функцией STD-формат и краской для мебели. Наша задача построить профиль интересов пользователя. То есть мы хотим редуцировать запрос до некоторой категории, а потом построить гистограмму, которая будет описывать интересы пользователя. В данном случае гистограмма ожидается такая, то что пользователь два раза интересовался C++ и один раз ремонтом. Какие кирпичики у нас есть? Первый кирпичик — это операция Map. Map передает отдельные строки входной таблицы в пользовательскую функцию некоторую. Эта пользовательская функция смотрит на эти строки и что-то с ними делает. Она может пофильтровать строку, может что-то выплюнуть. В данном случае мы приводим запрос к категории. Как это делается, не спрашивайте меня. Наши друзья-эмэльщики написали за нас эту функцию. Мы просто интегрируем ее в Map. На примере я расширил таблицу еще одним пользователям, чтобы было интереснее. Следующая операция — это операция Shuffle. Операция Shuffle требует указания некоторой ключевой колонки. В данном случае мы будем указывать колонку UserID. И цель этой операции — сгруппировать, перегруппировать таблицу так, чтобы записи с одинаковым ключом оказались рядом. То есть на примере видно, как это происходит. Последний кубик, который нас интересует, — это операция Reduce. Операция Reduce всегда работает на уже пошафленной таблице. Она смотрит на диапазоны строк с общим ключом, с одинаковым ключом, передает такие диапазоны в пользовательскую функцию Reducer, и пользовательская функция Reducer опять-таки что-то с ними делает. В данном случае мы считаем просто гистограмму, где довольно простая. Такую задачу на чистых плюсах можно было бы решить, наверное, как-то проще. Там один цикл фор. Но, повторюсь, то, что мы раскладываем ее на такие кирпичики, позволяет нам обрабатывать многотерабайтные таблицы в отказоустойчивой манере. Хорошо. С мыпредьюсом разобрались. Давайте посмотрим на стриминг. Стриминг — это более молодая модель. Она существует, наверное, и развивается последние лет 10. В open-source мире есть несколько известных реализаций, такие как Apache Flink и Apache Spark Streaming. Эти системы немножко отличаются деталями реализациями тем, какие конкретно кубики они предоставляют. В Яндексе мы используем не них, не их, а свою собственную разработку, которая называется BigRT. Она во многом тоже работает поверх Войтезауруса. И я буду рассказывать про BigRT, хотя идеи будут применимы для других систем. Стриминг нужен для обработки потоков в режиме около реального времени. Что это значит? Если продолжать предыдущий пример, то данные будут нам приходить не из какой-то статической таблицы, которая лежит на диске, а прямо с пылу с жару, с поисковых машин, которые отвечают пользователям. И наша задача не когда-то там потом посчитать профиль интересов пользователя, а как можно скорее обновить его для других клиентов. Какие кубики есть в стриминге? Первый кубик напоминает соответствующий кубик из MapReduce. Это операция Map. Этот кубик опять-таки смотрит на отдельные события, которые к нему приходят, и что-то с ними делает. В данном случае мы также будем приводить запрос к категории. Следующий кубик — это shuffle. Он тоже похож на кубик из MapReduce. Он знает уже, что в данном событии является ключом. Ключом у нас будет являться UserId. И на этой стадии мы отправляем события на машинку, которая отвечает за обработку данного ключа. Последняя стадия самая интересная — это stateful map. Она отличается от Reduce. В стриминге у нас нет возможности дождаться, пока все события по данному пользователю придут, пользователи продолжают задавать запросы и завтра, и послезавтра. Поэтому мы действуем иначе. С каждым ключом у нас ассоциировано некоторое состояние. В данном случае состоянием будет как раз профиль пользователя. И стадия stateful map передает в пользовательский код состояние, которое оно загрузило для данного ключа, и пришедшее событие. Дальше пользовательский код может как-то обновить состояние, также может выплюнуть что-нибудь. В данном случае состояние обновляется. Понятным образом мы увеличиваем соответствующий счетчик в нашей гистограмме. Выхода у нас нету, он нам не нужен. Хотя, как идея на будущее, мы могли бы всех пользователей, интересующихся C++, пересылать в очередь, которую разгребают HR. Системы существуют в Яндексе не один год. Для них были SDK, и чем были недовольны пользователи этих SDK. Я не буду подробно описывать существовавшие SDK. Библиотека для MapReduce была написана в императивном стиле. То есть пользователь говорил, что он хочет запустить какую-то MapReduce операцию, там он указывал входную таблицу, выходную таблицу, функцию класс для маппера, функцию класс для редюсера. И претензии на самом деле сводились к тому, что в такой системе неудобно описывать пайплайны вычислений. Почему так? Во-первых, нам нужно управлять временными таблицами. То есть нам нужно заводить их по необходимости, нам нужно удалять их, когда они больше не нужны. Вторая проблема – нам нужно отслеживать, когда мы можем запустить ту или иную операцию. В данном случае все довольно просто. Вторая операция может запускаться после того, как запустилась и отработала первая. Но случаи могут быть сложнее, и какая-то очередная операция может требовать завершения нескольких предыдущих. В стриминге все было несколько сложнее. Ситуация там была такая. Типично на один бегущий процесс обрабатывал события классом, подобным тому, что на слайде. и разные процессы, каждый процесс отвечал за какую-то часть, за map, за stateful map. Они соединялись через конфиги. То есть у нас вообще не было возможности какой-либо описывать цепочки вычислений. Вторая боль – то, что наши пользователи осознали, что процессы один и тот же код хочется запускать в двух режимах – и в MapReduce, и в стриминг. Это полезно, например, для отладки, для разработки какой-то новой функциональности. Ты отлаживаешься и тестируешься в MapReduce, и потом запускаешь продакшн в стриминг-режиме. Мы стали думать, как решить все эти проблемы. Стали смотреть на решения вокруг. Первое решение, на которое мы посмотрели – это YQL. YQL – это разработка Яндекса. Она предоставляет SQL-интерфейс для различных распределенных систем. У него есть интерфейс для MapReduce, то есть вы можете сделать SQL-запрос, и он разложится на последовательность MapReduce операций. У него есть какой-то стриминг-режим. Но пользователи не очень хотели использовать YQL для своих процессов. Причины приблизительно следующие. SQL и плюсы не очень удобно интегрируются. Во-первых, компилятор не может проверить валидность SQL-запроса. Могут быть какие-то проблемы с типами на границе SQL и плюсов. И, кроме того, любой серьезный пайплайн содержит в себе кусочки кода на низкоуровневом языке. В нашем примере функция, которая резолвит категорию, она будет, скорее всего, написана на плюсах, какая-то нейросетка запускается, и такой код не очень удобно доносить до YQL. Это можно сделать, но это возня лишняя. Мы смотрели на то, что есть в open-source. В open-source есть замечательные проекты Apache Spark, Apache Beam. Apache Spark предоставляет некоторую похожую модель для batch и стриминг вычислений. Apache Beam — это библиотека, которая позволяет описывать пайплайны и класть их тоже на различные системы, на Hadoop, на Google Cloud и так далее. Но беда в том, что обе этих библиотеки предоставляют интерфейсы на Java, на Python, а нам нужны плюсы. Поэтому мы засучили рукава и стали писать код. Не могу сказать, что этот обзор решений был зря. Apache Beam нам очень понравился, и во многом Rearion — это адаптация идей Apache Beam к миру C++ и реалиям Яндекса. Давайте посмотрим на то, как выглядит пример кода на Rearion и что он умеет делать. Вот процесс, который решает задачу, которую мы смотрели в примере. Код довольно много. Давайте посмотрим, что делают отдельные части этого кода. Первое, что мы делаем, это создаем пайплайн. Пайплайн — это такой объект, который хранит граф вычислений. То есть он записывает, что мы хотим запустить. И в конце мы будем звать pipeline run, функция, которая запустит уже конкретное исполнение на распределенной системе. Следующее, что нам встречается, это объект pCollection, типа pCollection. Это один из центральных объектов Rearion и Apache Beam, поэтому давайте остановимся на нем подробнее. pCollection означает parallel collection, параллельная коллекция. В разных системах объекты этого типа мапятся на разные штуки. В MapReduce это будут таблицы, в стриминге это будут потоки данных. И несмотря на то, что эта коллекция, она не похожа на коллекции в C++. Например, мы не можем узнать какие-либо свойства этой коллекции. Мы не можем узнать ее размер, мы не можем узнать, пуста она или не пуста. Нет возможности. Во-вторых, мы не можем читать элементы отдельно из этой коллекции или добавлять туда новые элементы. Зачем она нужна и что мы с ней можем делать, спросите вы. Я отвечу, что мы можем применять pTransform и получать новые коллекции. pTransform — это следующий центральный элемент Rearion и Apache Beam. И на этом слайде подсвечены все pTransform, которые используются в данной программе. Это ytRead, это Pardew и это StatefulPardew. pTransform — он нужен для преобразования pCollection. В каждый pTransform сколько-то pCollection на вход принимает и сколько-то возвращает. pRead не принимает ничего, он просто привязывается к пайплайну. Pardew принимает на вход один pCollection и выплевывает один. StatefulPardew принимает что-то на вход и ничего не выплевывает. Применение происходит через оператор pipe. Тут можно проследить аналогию с библиотекой stdRanges или командной оболочкой типа bash. В отличие от командной оболочки, в тот момент, когда мы применяем трансформ, никакой реальной работы не происходит. Мы не бросаемся чего-то считать. Мы просто запоминаем, что коллекции связаны тем или иным способом. Окей. У нас есть коллекции, в которые ничего нельзя положить. У нас есть трансформы, которые ничего не делают. Давайте посмотрим, как мы распорядимся этим хозяйством. Сначала мы читаем таблицу из yt. Мы считаем то, что элементы отдельно этой таблицы описываются каким-то протобуфом tQuery.Log.Proto. Прочитали, получили pCollection. Дальше мы говорим то, что у нас будет преобразование парду. Парду — это аналог мэпа в BIM и в Riorine. Он принимает отдельные элементы из pCollection и как-то их что-то с ними делает. В данном случае этот парду получает пользовательский код в виде лямбды и делает две вещи. Во-первых, он приводит к категорию, запрос к категории. Во-вторых, он явно выделяет ключ — это user ID — и возвращает объект типа tkv, то есть ключ значения. Shuffle будет позван у нас неявно. Пайплайн сам разберется, что он нужен. Следующий шаг — это stateful.pardo. Здесь мы, во-первых, должны объявить state. В случае MapReduce state у нас будет храниться в таблице. И мы говорим то, что входной state у нас пустой, а выходной пускай будет записан в какую-то таблицу. И дальше мы применяем преобразование stateful.pardo. В stateful.pardo пользовательская логика тоже передается в виде лямбды, которая принимает состояние, профиль пользователя и входное событие таковое. Пользовательская логика довольно проста. Мы просто инкрементируем соответствующий счетчик в словаре. Надеюсь, все понятно. На этом слайде я немножко убрал лишние пайплайны, записал чуть компактнее в один пайплайн. Этот код делает ровно то же самое, что и на предыдущем слайде. Хочу заметить то, что таким API мы уже решили часть проблем. Во-первых, пользователь избавлен от необходимости как-то следить за временными таблицами и запускать операции. Все это берет на себя пайплайн. Во-вторых, такую штуку мы реализовали для BigRT, мы реализовали для MapReduce в IT, и также такие пайплайны можно запускать локально, если код хочется потестировать в юнит-тестах. Что было неожиданно, в некоторых местах улучшилось переиспользование кода. Вот, например, типичное начало стриминг-процесса выглядит так. У нас к нам приходит на вход какой-то батч сообщений, а каждое сообщение – это оно пожато каким-то кодеком, там, zip, zstd, и внутри себя содержит набор отдельных событий. Прежде чем обрабатывать отдельные события, нам нужно разжать его и проитерироваться, разбить на отдельное выделение событий из сообщения. Вроде бы все функции уже есть. Есть unpack, есть splitter, который умеет все это делать, но, тем не менее, каждый пользователь писал свой цикл for. Часто хотелось еще посчитать какие-то метрики для упаковки, распаковки данных, насколько успешна она была. Как вы понимаете, названия и метрики у каждого пользователя были свои. И с ререном код преобразовался вот к такому виду ниже. Мы просто сделали пардушки, unpack и splitter. Теперь необходимости писать циклы у пользователей нет. Хорошо, мы посмотрели на код преорена, и теперь мне хочется перейти к некоторым идеям реализации. Идей тут довольно много, но я буду рассказывать про одну самую интересную. Это доставка и исполнение пользовательского кода на удаленных машинах. Скажу сразу, тут не будет какого-то чистого плюсового кода с точки зрения стандарта. Тут будут сомнительные места. И, возможно, то, что для решения подобных задач нужно обращаться к таким сомнительным местам, объясняет то, что в мире почти нет плюсовых библиотек для решения подобных задач в открытом доступе. Прежде чем мы перейдем к доставке и исполнению кода, я в двух словах скажу, что делает функция pipeline run. Она делает две вещи. Во-первых, она оптимизирует, отображает P-трансформы на базовые кубики системы. А во-вторых, она запускает исполнение этих кубиков на удаленных рабочих машинках. Что такое оптимизация и отображение P-трансформов? Неверно, что каждый P-трансформ в Rerene один в один соответствует какому-то кубику в распределенной системе. Вот, например, у нас был пример с unpack и сплитом. И невыгодно, скажем, в MapReduce операции делать два мэпа для unpack и для сплита. Будут временные таблицы. Это чтение, лишняя запись с диска. Лучше объединить их в одну. Rerene это делает. И когда такое объединение случилось, мы поняли, какие кусочки пользовательского кода в каких операциях будут запускаться. Мы уже начинаем посылать на рабочие машинки код и выполнять его. Как работает доставка кода до удаленных машин? Тут решение прямолинейное. Мы берем и копируем бинарник. Понятно, что такое решение накладывает некоторые ограничения на инфраструктуру, на окружение наше и на сборку бинарника. Во-первых, мы поддерживаем только Linux. То есть с рабочего MacBook запустить MapReduce операцию не получится. Формат будет другой бинарника. Во-вторых, все зависимости нашего кода должны быть в нашем бинарнике. То есть бинарник должен быть слинкован статически, без использования динамических библиотек. И тут нам помогает тот факт, что в Яндексе сборка плюсов стандартизирована и работает ровно этим способом, генерируя статические монобинарники. Окей, бинарник скопировали. Нам теперь нужно понять, что запустить в этом бинарнике. В нашем коде был такой кусочек. Нам хочется запустить эту лямбду, которую пользователь передал в Порду. Как мы понимаем, что нужно запускать эту лямбду? Тут опять у нас решение прямолинейное, хотя может быть не особо красивое. Мы берем, сохраняем указатель на эту лямбду и вот прям как есть числом шлем на сервер. Сервер возьмет указатель на функцию и сможет ее запустить. Стандарт гарантирует нам, что лямбды, которые ничего не захватывают, можно привести к такому указателю. Также мы обычные функции можем так передавать. Что делать, если пользователю нужно передать функцию, что-то там из конфига или каким-то другим образом захватить контекст. Тут ему придется чуть побольше попотеть, оформить код в виде подобного класса, интерфейса. Что тут происходит? Идея такая. Пользователь создает какой-то свой объект-функтор с помощью своего кастомного конструктора, передает туда нужные параметры из конфига. Дальше он описывает пользовательскую логику в методе do. Дальше клиентская часть сохраняет состояние этого функтора в методе save и передает на сервер. Сервер создает объект с помощью дефолтного конструктора и загружает состояние с помощью метода load. Вроде все понятно, кроме одного. Как создать на сервере объект такого типа? Мы не можем просто послать на сервер имя класса. Reflexi C++ недостаточно для того, чтобы по имени класса создать дефолтный объект этого типа. Тут, опять-таки, существует несколько решений. Ни одно из них не чисто с точки зрения стандарта. Мы уже завязались на то, что мы передаем указатели на функции по сети в виде чисел, и поэтому мы продолжим это делать. Мы создаем такую темплейтную фабрику, которая возвращает объекты базового класса для пользовательских функторов. Дальше при подготовке запуска мы сохраняем указатель на инстанциацию этой фабрики под наш конкретный функтор. То, что мы сохраняем, этот указатель гарантирует, что он сгенерируется и попадет в бинарник, то, что он будет какой-то функции, у нее будет адрес. Все можем сделать. На сервере мы вызовем эту функцию и получим дефолтный объект этого класса. Окей. Передали на сервер бизнес-код. Сказали, какой бизнес-код надо исполнять. Как нам теперь его исполнить? Вот у нас есть функция runMap. Системная функция, которая начинает выполняться, когда бинарник осознает, что он запускается где-то на рабочей машинке в режиме C++, в режиме map. Вот он получил указатель на функцию с бизнес-логикой как число. Теперь хочет ее позвать. Но тут нас ждет засада. Мы забыли тип функции, которую мы передавали, а не зная сигнатуру функции, мы не можем ее в плюсах позвать. Что делать? Мы делаем следующее. Мы приводим все функции к такому общему виду, которые забывают свои типы и работают только с указателями на void звездочка. Тут у нас есть два интерфейса. Первый интерфейс iRowOutput. Это интерфейс для того, чтобы писать выход, результаты бизнес-логики. И функция iRowPortDo, она, собственно, инкапсулирует в себе эту бизнес-логику. В методе start она получает выходы, куда ей нужно писать. И в методе do она, собственно, запускает бизнес-логику. Ниже пример реализации такого интерфейса для случая, когда бизнес-логика оформлена в виде функции один вход, один выход. В принципе, все довольно понятно. Мы кастим вход к нужному типу, а потом передаем в output указатель на результат. Сама функция пользовательская передается через saveLoad стандартной техникой приведения указателя к числу и посылкой этого числа по сети, а вектор output заполняется в методе start. У такого подхода есть ряд плюсов. Во-первых, нам больше не надо помнить исходную сигнатуру функции. Все функции стандартизированы. Они принимают, вводят звездочка, выплевывают, вводят звездочка. Во-вторых, такой подход очень удобен для комбинирования двух или больше кусочков бизнес-кода. Вот вспоминаем наш пример с unpack-split. Мы можем легко передать результаты unpack в split, просто оформив split-пордушку, передав split-пордушку в качестве output в unpack-пордушку. Вроде бы все решили, но на самом деле на этом наше мытарство не заканчивается. Давайте вернемся к нашему runmap. Вот он как-то загрузил порду, который нам передали. Он у него уже есть. Он хочет позвать, мы хотим позвать do, но здесь нам нужен объект, который мы можем туда передать. А прежде чем у нас будет объект, нам нужно его как-то прочитать и десериализовать. Как сделать это? Это мы делаем с помощью такой структуры, которая называется row vtable. Эта структура объявляет базовую информацию о том, как оперировать с объектом, если мы забыли про его тип. Тут есть размер объекта, тут есть указатель на конструктор, тут есть указатель на деструктор, тут есть функции для сервизации и десериализации данных. Передать на сервер мы можем с помощью известной техники. Все указатели к числам и поехали. Как мы создаем эту штуку на клиентской стороне? На клиентской стороне она создается подобным образом. Размер получить просто, размер нашего типа получить просто. Конструктор и деструктор оформлены в виде таких лямб. Десериалайз у нас описан для сервизации и десериализации. У нас вот есть функция подобная той, что сверху на слайде. И мы опять-таки берем, заполняем их адреса в нашу V-table. Вы пока посмотрите на это, я выпью воды. Окей, мы приближаемся к развязке. Как нам теперь, имея все это хозяйство, исполнить нашу бизнес-логику на сервере? Вот тут описан приблизительный код, который это делает. Давайте по нему пробежимся. Вначале мы получаем из окружения с клиентской стороны указатели на функции, на row.pardu, где инканксулирована бизнес-логика. Получаем row V-table для входных и выходных типов. Дальше нам нужно создать входной тип. Делаем мы это таким образом. Где-то на куче мы выделяем буфер нужного размера и зовем дефолтный конструктор. Дальше нам нужно создать выход, куда мы будем все писать. Выходу нужна функция сериализации. Она есть в row V-table. С помощью нее каким-то образом, это уже дело техники, мы создаем какой-то писатель, который сможет записать результаты в нашу систему. Передаем этот выход в row.pardu в старте. А дальше начинаем работу. Мы итерируемся по входным данным, читаем входные данные из системы. Мы дефолизуем их в наш объект. И мы передаем наш объект в метод do. Самое главное, чтобы там не текла память и не было других проблем, нам нужно не забыть в самом конце позвать деструктор объекта. окей, вроде бы запустили. И, наверное, больше я не буду рассказывать про хаки, которые мы используем для решения задач. Я готов обсудить. И прежде чем мы обсудим все это, я хочу сказать, что код доступен на GitHub. вы можете посмотреть, как это работает, как это устроено. Он не рассчитан на то, что вы будете запускать и использовать его в своих процессах, по крайней мере, пока. Он, как я говорил, довольно сильно завязан на окружении, но посмотреть, как оно устроено, вы можете. Теперь, если у вас есть вопросы, я на них отвечу. Спасибо, Дима. Если есть вопросы, да, вижу, есть вопрос в зале. Вообще, мужики, огонь идея, сразу скажу честно. Прямо респект вам очень большой. На самом деле есть одна просьба. Могли бы вы выложить все слайды, потому что далеко достаточно. Я код отсюда не могу читать, а там нескольких страничек не хватает, а они там прям такие хорошие. Я сегодня дописывал презентацию. Я выложил, но, видимо, еще организаторы не пропихнули через свой пайплайн. Понятно почему. Я так понимаю, что, во-первых, вся эта история так не очень безопасна. То есть это, грубо говоря, что-то бинарно запускать на другом сервере передовая адреса потенциально достаточно сложная ситуация. У вас должна быть, наверное, достаточно хорошая защита от того, что вы случайно, грубо говоря, разные бинарники на разных нодах не запускаете. Мне кажется, вот то, про что ты говоришь, разные бинарники на разных нодах, оно не так у нас сильно болит. Ну, у нас, мы кладем бинарник в нашу распределенную систему, войти за аурус, и дальше его оттуда просто все джабы скачивают. Тут боли у нас нету. С чем есть боль? Это с тем, что пользователи в своей бизнес-логике творят всякую дичь. Они могут ходить по HTTP куда-то, и были случаи, когда разные сайты ложились, когда стажеры в MapReduce и пытались их скачать. Ну и вообще, мы на удаленных машинах, которые нашего эти за ауруса, запускаем какой-то странный пользовательский код. И тут у нас все запускается в каких-то контейнерах, есть довольно много ограничений. Если нам начинает казаться, что пользовательский код творит какую-то дичь, мы его прибиваем. У меня все. Спасибо. Есть ли еще вопросы из зала? Есть вопрос, вернее, благодарность из чата. Классная фича, что можно писать юнит-тесты. У меня в связи с этим есть некоторый другой вопрос. Ты говорил, что можно есть реализация этого под MapReduce, под стриминговые BigRT и под юнит-тесты для локального запуска. А если у меня будет какая-то четвертая система, в которой я захочу реализовывать все эти операторы, насколько сложно будет допилить реализацию под что-то иное? Хороший вопрос. В рамках диплома один мой коллега писал реализацию таких пайплайнов опять-таки в локальном режиме, но если вот наш локальный режим, он заточен на юнит-тесты, делает какие-то дополнительные проверки, которые у нас, которые полезны в юнит-тестах, то он, студент, делал реализацию, которая пыталась использовать максимум ядер, там, всю память ноутбука, чтобы какие-то относительно небольшие данные, там, не знаю, десяток гигабайт, можно было проживать на вашем лаптопе. Вот, это сделали. И на самом деле в Яндексе планируется еще одна распределенная система, пока не буду про нее рассказывать, но под нее мы тоже будем писать свой пайплайн. Но предполагается, что это делают разработчики библиотеки все-таки, то есть ты коллеги, а не то, что я могу это форкнуть, мне как-то совсем легко будет добавить что-то новое. Нет, конечно, тебе нужно понимать достаточно глубоко, как работает библиотека, все эти трюки с row the table и прочее. Хорошо. Есть ли еще вопросы в зале? Хорошо. О, есть вопросы зала примерно посередине. У меня такой вопрос. Когда ты показывал, как было-стало, условно, ты писал, что пользователь хочет какие-то метрики собирать, еще что-то, а когда встало, это куда-то исчезло. Оно все инкапсулировалось в... Давай я попробую отмотать. Где-то 40-й кадр. Вот слайд. Ну, у нас ты можешь легко написать лямбду, которая разжимает одно сообщение и считает метрики. А дальше эту лямбду ты можешь запихнуть в порду. И вот анпак как раз создает такую порду с этой лямбдой. Я бы мог открыть терминал и прямо написать тебе код, который это делает. Не знаю, будет ли это уместно. Я предложил бы открыть терминал и написать код во время дискуссии. Кстати, этот доклад особенный и дискуссия у нас будет не сразу после доклада, а после закрытия. Сразу после завершения доклада буквально через 5 минут будет закрытие и вскоре после закрытия нас могут отвезти в комнату для дискуссии, где можно будет показать примеры кода и поздавать спикеру вопросы уже более детально. Ну, то есть, смотрите, в принципе в предыдущем варианте тоже можно было бы наворотить какого-то лучшего переиспользования, но оно выродилось бы в то, что то как то решение, которое я знаю, это ты делаешь этот анпак, а дальше в анпак передаешь лямбду, которую нужно запустить, когда оно распакуется. Ну, либо ты берешь анпак и разжимаешь там сразу целую пачку сообщений, то есть, если ты не хочешь отжимать все сообщения, если хочешь обрабатывать по одному, то ну, Теререн это делает, а в предыдущем API это было несколько труднее. Еще такой вопрос, а какой-нибудь там прогресс исполнения вот этих джобов, он как прикручен? Прогресс исполнения джобов смотри, в мэп-рэдюсе, ну, мы в мэп-рэдюсе на отдельной операции у тебя есть веб-интерфейс красивый, который мы опять-таки с вами сможем показать в рамках дискуссии, и там мы отображаем сколько сколько там джобов уже отработало, сколько еще надо, это позволяет приблизительно прикинуть прогресс. Там есть разные тонкости, типа того, что не все джобы всегда, не все джобы работают одинаково по времени, в зависимости от бизнес-логики, там ну, не всегда просто по операции понять какую долю она выпала, ну, вспомните виндовый прогресс-бар. Здесь схожая проблема иногда возникает, потому что не всегда можно точно оценить, какую долю работы мы сделали, потому что если нам сказано вот тебе 5 бинарников, запусти их по очереди, то лучшее, что я могу сделать, сказать, что 2 уже отработали, 3 я запустил, а какая-то доля по времени я не знаю, потому что я не знаю, что эти бинарники делают, и здесь в в-предьюсе похожая проблема бывает. Но в целом какой-то прогресс, особенно если у вас достаточно гомогенная нагрузка, показывать мы можем, его можно смотреть в веб-интерфейсе, можно стягивать через API, в этом смысле прогресс есть. есть ли еще вопросы? Я отсюда больше вопросов не вижу, тогда, наверное, я задам еще один вопрос свой. На самом первом слайде описания pipeline звучало много страшных слов. Вот этот вот да, от каких-то параметров, таковы, int string. Насколько реально на практике нужно прописывать эти типы, или они здесь нужны только для демонстрации, а на самом деле можно писать авто? Конечно, ты можешь писать авто во многих случаях, и временные по коллекшену тебе вообще не нужно прописывать в конце. У меня был слайд, где это сделано. Вот. Это дружелюбно с авто. На самом деле, даже в лямбдах можно выводить тип, вот этот tagquerylog proto. Я знаю, как сделать так, чтобы можно было не указывать его, но пока руки не дошли. Есть другие более насущные вопросы. И давайте еще раз поблагодарим нашего спикера. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!